По каким акциям можно будет получить дивиденды в мае? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. В первую очередь, конечно же, поздравляю вас с праздником Великой Победы. Это очень важная дата в истории нашей страны. Ну а в этом видео мы с вами поговорим про акции российского рынка, по которым дивидендные отсечки в мае этого года. Два комментария здесь стоит сказать в начале. Первый комментарий, у нас есть бесплатное руководство по акциям. Там три e-mail автоматически они высылаются, под видео будет ссылочка, бесплатная подписка, бесплатное получение материала, в том числе там про дивиденды более подробно, если вам интересно. Комментарий второй, сегодня 9 мая, по каким-то акциям отсечки уже прошли, например, по Новотеку 6 мая отсечка, по Полиметаллу 6 мая отсечка, по ЛСР 7 мая отсечка, так как отсечки уже прошли, то там купить акции, получить дивиденды в мае уже не получится. Ну, нужно будет ждать, наверное, каких-то следующих выплат, следующих отсечек, если вы заинтересованы в их дивидендах. То есть мы с вами обсудим те акции, у которых отсечка будет с сегодняшнего дня, с 9 мая по 31 мая 2020 года включительно. На нашем сайте есть раздел компании Московской биржи в разделе Наши сервисы, и здесь есть информация по всем компаниям, напомню. Но мы пройдемся по тем шести, по которым еще предстоят в мае дивидендные отсечки. Итак, поехали. Первая компания это Московская биржа, при этом здесь дивидендная отсечка уже весьма скоро, она будет 13 мая. Ну, на всякий случай напомню, что на Московской бирже действует система расчетов Т плюс 2, то есть формально отсечка 15 мая. Но, так как 2 дня уходят на расчеты системы Т плюс 2, то купить акции для дивидендов нужно не позднее 13 мая, то есть за 2 рабочих дня до. Что можно сказать про акции Московской биржи? Отсечка у них почти на 8 рублей на одну акцию, и это по ценам, скажем, марта было очень вкусно, и в какой-то момент это была 10% дивидендная доходность. Сейчас акции Мосбиржи подросли, собственно, мы и видео про них тоже отдельное записывали, с тех пор, кстати, акции еще немножко подросли, но там вот мы заработали порядка 25%, поэтому на жизнь как бы не жалуемся, и что продали, они потом еще подросли. По текущим ценам акции Мосбиржи лично мне не кажутся какими-то суперинтересными, потому что текущая цена и текущий размер дивидендов дает размер этой отсечки, размер их дивидендной доходности, примерно в 6% с небольшим, и это не так много, это и относительно банковских вкладов не так много, ну, примерно такого же порядка. Если сравнить это со средней дивидендной доходностью российского рынка, то тоже будет меньше, потому что средняя доходность в районе 7% сейчас находится по нашим расчетам. То есть получается, что в целом, да, Московская биржа – компания хорошая, по хорошим, по низким ценам их интересно купить. Сейчас они подросли, ну и лично я здесь ничего особо интересного не вижу. Да, есть определенный наплыв новых инвесторов, который опять поставил новый рекорд за последние 1-2 месяца, но важно понимать, что есть и негативные факторы для Московской биржи, например, тот факт, что процентные ставки снижаются, то есть у них комиссионные доходы могут расти, но процентные могут снижаться при падении ставок, плюс все-таки они подросли, надо сказать, не так слабо, то есть они там стоили в районе 90 рублей не так давно, сейчас они стоят на 30 с лишним процентов дороже. То есть здесь вполне может быть, что позитив касательно увеличения количества инвесторов уже заложен в акции, ну и я сильного потенциала от 127 рублей просто банально не вижу, ну а маленький потенциал лично меня не интересует. Мне все-таки хочется как-то побольше зарабатывать, то есть вот по 90 с чем-то я бы их взял, как мы уже брали это весной и продали, соответственно, с очень хорошей прибылью. По 120 лично меня не вдохновляет. Вторая компания, это компания Норильский Никель. Здесь дивидендная отсечка будет 21 мая, дивидендная отсечка на 557 рублей. Если глянуть на акции Норильского Никеля, можно увидеть, что они весьма сильно выросли за последние годы, но это было не без причин, это было связано с тем, что цены на ресурсы тоже весьма сильно выросли. Конечно, здесь очень сильно выросли в первую очередь цены на Палладий, которым тоже занимается Норильский Никель и именно, вероятнее всего, рост цен на Палладий был главным драйвером роста для акции Норильского Никеля. Если посмотреть на размеры дивидендных выплат по Норильскому Никелю, то отметим, что вот эта выплата в 500 рублей, если бы она была одна за год, то на 20-тысячную акцию это было бы весьма мало, это было бы менее 3% дивидендной доходности. Но Норильский Никель платит дивиденды по итогам 2019 года уже получается третий раз, то есть была выплата за первое полугодие, за третий квартал, и вот по итогам полного 2019 года, то есть третья выплата за год. Если просуммировать эти три выплаты, почти 900 рублей, 600 с небольшим и 550, можно получить более 2 тысяч рублей дивидендов, которые Норильский Никель за последний год заплатил своим акционерам. И в этом плане акция, которая стоит 20 тысяч рублей, вполне нормально оцененной кажется. Более того, если такие же дивиденды останутся, то это даже весьма низкая стоимость акций. То есть тот факт, что акции не сильно выросли за последние годы, не должен кого-то вводить в заблуждение, у них и дивиденды выросли. То есть это не просто какой-то там рост, это вполне фундаментально обоснованный рост. Но, пожалуй, в качестве вопросов, ответ на которые вот интересно, это то, а будут ли цены на ресурсы столь же стабильны. В частности, те же самые цены на палладий, мы видели этой весной, что когда падали рынки, цены на палладий в моменте снижались очень сильно. То есть они падали, ну там, вот если брать самый пик почти, 2,800 и самое дно, там, 1350, они падали буквально за месяц в два раза. И это вот задает очень такой серьезный вопрос, насколько был обоснован вот этот рост цен на палладий. Даже с учетом коррекции весенней, они все равно стоят где-то раза в два дороже, чем было, скажем, пару лет назад, и в три-четыре раза дороже, чем это было, там, скажем, 4-5 лет назад. Вот вопрос, обоснован ли вот этот вот рост. Я слежу за акциями на рельского никеля, и здесь вот меня они могут заинтересовать, если, скажем, несколько снизится. А было в моменте у них такое весьма сильное снижение, собственно, вслед за ценами на палладий в первую очередь. Вот, ну и здесь надо смотреть за будущими дивидендными выплатами. Если у них будут такие же стабильные дивиденды, в таком же размере, как и за последний год, то это может быть очень интересная акция на перспективу. Следующая акция, которая, по которой отсечка будет в мае, это акция компании ФСК ЕС. Здесь дивидендная отсечка 27 мая, и акции ФСК ЕС очень интересны, в том плане, что бизнес компании ФСК ЕС едва ли как-то существенно зависит, например, от цен на нефть. То есть он отличается такой определенной стабильностью. Здесь мы тоже должны отметить, что их ближайшая выплата, она является не единичной, не единственной выплатой за последний год. Это будет вторая выплата по итогам 2019 года. И если сложить две вот эти вот выплаты, то на одну акцию, которая стоит 18 чем-то копеек, будет почти 10% дивидендная доходность. Но если говорить более точно, 9,8%, 10% почти дивидендная доходность при весьма стабильном бизнесе. То есть здесь такой момент, что Норильский никель, он находится под влиянием цен на ресурсы. А вот ФСК ЕС, ну как бы, да, не факт, что будет как-то существенно проседать, что на их бизнес будет оказывать влияние, там, падение цен на нефть и так далее, там, или на какие-то другие ресурсы. Вот, поэтому акции ФСК, ну вот это что-то такое интересное по текущей дивидендной доходности, плюс еще и дивидендная отсечка, да, она получается примерно около 5% по текущим ценам впереди в мае, через, получается, менее чем через три недели. То есть, в общем-то, здесь определенный интерес весьма существенный есть. Это акции компании ФСК ЕС. Следующая акция, это компания X5, X5 Retail Group, так, наверное, их название правильно произносится. Это бренды Пятерочка, Перекресток и прочие, да, такие вот супермаркеты, гипермаркеты. То есть, это такой холдинг, который владеет несколькими розничными сетями. Здесь у них дивидендная история представлена не очень большая, просто они на московской бирже начали торговаться буквально пару лет назад, поэтому вот с того момента дивидендная история у них представлена. 27 мая здесь будет дивидендная отсечка на 110 рублей. Ну вот, акции сейчас стоят по 2200, и в этом плане вот эти дивиденды меня не особо вдохновляют. Вот если у ФСК, у Норильского Никеля, мы видели выплату, которая была не единственной в течение года, то есть, у Норильского Никеля третья по итогу 2019 года, у ФСК это была вторая выплата за работу в 2019 году, то вот по X5 Retail Group раз в год дивиденды. И здесь 110 рублей на акцию, которая стоит 2200, это 5% дивидендная доходность, не вдохновляющий, ничуть, по крайней мере, лично меня это никак, да, так вот не стимулирует и не мотивирует покупать их акции. Если посмотреть на график их акций, то они последние несколько месяцев находятся в таком вот боковике, и, собственно, наверное, у них потенциала для сильного снижения нет, учитывая, что сейчас, как вы понимаете, когда режим там самоизоляции и всех прочих историй, многие ходят в магазин за продуктами, и, наверное, спрос на продукты не уменьшился, а наоборот вырос, если так на статистику посмотреть, вот, но и потенциала для роста особо не вижу, то есть здесь каких-то существенных драйверов не вижу, плюс, если так смотреть на сектор, то есть же рядом конкуренты, это компания Magnit. Вот в компании Magnit там, во-первых, дивидендная доходность повыше, да, то есть в пересчете на одну акцию дивидендов они платят больше, то есть это уже аргумент в пользу Magnit относительно компании X5. И второй момент в том, что у Magnit есть такой вот потенциал для разворота наверх, у них там главная проблема последних нескольких лет, когда вот это вот знаменитое падение было, когда Галецкий ушел из Magnit, проблема в том, что у них просто там прибыль маленькая, и в какой-то момент даже так получилось, что прибыли им не хватало бы для выплаты дивидендов, ну, пришлось бы занимать деньги, чтобы платить дивиденды, вот, но сейчас, может быть, у них начнется разворот прибыли наверх, может быть, он уже начался, и если смотреть так на X5, то, во-первых, меня просто показатели X5 не зажигают, это во-первых, во-вторых, если уж интересна идея, что на самоизоляции все будут по магазинам ходить, побольше и покупать еды, побольше и кушать будут больше, ну, тогда уж Magnit как-то поинтереснее будет выглядеть. Еще одна компания, это компания Interrao, здесь дивидендная отсечка будет 28 мая, и будет она составлять порядка 20 копеек на одну акцию, тоже надо сказать, что дивидендная отсечка у них раз в год происходит, то есть, опять же, да, вот как в случае с X5, раз в год, не как там у ФСК, не как у Норильского Никеля, когда несколько выплат, ну, и здесь размер дивидендов будет порядка 4%, меня эти акции не особо как-то интересовали, и в прошлом, и в текущем времени, ну, вот последний, у них был взлет, там, 15-16 год, до где-то там конца 16-го, после этого они находились в боковике, последние там несколько месяцев чуть подросли, но я здесь, вот, последние там года 2-3, никакой интересной идеи не видел для покупки этих акций, насколько я помню, вот за все мое инвестирование, я, по-моему, даже, наверное, ни разу их не покупал, просто не вижу здесь идеи, не вижу здесь ничего интересного, и дивиденды, собственно, маленькие, ради 4% покупать какие-то акции, это, ну, как бы не то, что должно дивидендного инвестора, по крайней мере, как-то привлекать. Ну, и последняя компания, это очень интересная компания, компания FOSAGR, интересна она, конечно, своим поведением весенним. Дело в том, что в начале года стало известно ранее, что дивиденды по FOSAGR составят всего лишь 18 рублей на одну акцию, почему всего лишь? Ну, просто сравните с предыдущими выплатами, до этого была за квартал 48, ну, разумеется, более корректно сравнивать с кварталами одинаковыми, то есть, годовой давности, это 4 квартал 19, за 4 квартал 19 выплата была 18, за 4 квартал 18 выплата была 51 рубль, то есть, обратите внимание, какое существенное здесь было снижение по дивидендам, ну, и, в принципе, да, то есть, видно, что 18 как-то очень мало, все привыкли к тому, что у них каждая выплата рублей там по 40-50, что 4 выплаты в год, и они платят дивиденды ежеквартально, ну, и суммарно, там, рублей 200 дивидендов получается на акцию, которая стоит 2000 с чем-то, и это получается такая нормальная, хорошая, стабильная доходность, которая чем-то похожа на какую-то облигационную доходность, и акции, собственно, обратите внимание, последние лет 5 находятся в таком вот боковике, плюс-минус, да, вот, вверх-вниз ходят на несколько сотен рублей, но не более того, то есть, это не какой-то резкий рост, или резкое падение, или чередование таких вот фаз, вот, но так получилось, что Фосагра, сначала на новостях, что дивиденды за 4 квартал 2019 года будут такими небольшими, сходили вниз, после этого, последние несколько недель, они вот так весьма неплохо отросли наверх, при этом, обратите внимание, что рынки ценных бумаг, там, российский, американский, они не обновили свои максимумы, которые они достигали этой зимой, а вот акции Фосагра ушли выше зимних максимальных значений, ну, и сейчас цена 2,730, вот, была цена 2,733 в сентябре 2018, но, буквально один раз, до этого так дорого они стоили только в начале 2017 года, то есть, они вот так обновляют максимум за несколько лет, на чем это происходит, ну, это происходит на идее в том, что у них рост происходит, рост спроса на удобрения, вот, удивительно, что вот, когда в первом квартале у многих все падало, там, самое, там, сильно падающее, это, там, разумеется, понятно, это авиаперевозки, да, там, вообще падение почти в ноль, но и другие сектора, там, автомобильные сектора падали, в плане спроса на автомобили, снижение было весьма существенным, а вот спрос на удобрения вырос год к году, несмотря на то, что в первом квартале, сами понимаете, как бы начался такой всеобщий кризис, и, видимо, здесь под ожидание каких-то будущих дивидендов, более высоких, инвесторы эти акции прикупили, я, правда, вот сейчас не совсем уверен, что обоснован такой рост, потому что все-таки ближайшая отсечка, она на 18 рублей, это, ну, это совсем копейки, да, то есть, это там меньше 1% от стоимости акции, это квартально у них такая отсечка, их дивидендная доходность, даже если они восстановятся до дивидендов в 50%, 10 рублей будет составлять где-то, наверное, в районе процентов 6, вряд ли как-то сильно больше, то есть, я не уверен, что мы здесь увидим там дивидендную доходность, где-то процентов 8, 9 или 10, а в таком разрезе, да, акциям дали определенный такой аванс, в плане роста показателей самой компании, я не уверен, что они его оправдают, и вполне может быть, что это просто, видите, вот как был, например, в 2017 году, такой опреский заход наверх, после этого такой вот заход вниз, может быть, это очередной, так, очередная фаза боковика, в ФосАгро очередной заход наверх, чтобы потом был очередной заход вниз, но обратите внимание, да, вот и здесь тоже был в августе 2018 года, тоже такой рывок, более чем на 10% за месяц, после этого коррекция, словом, в ФосАгро я не особо вижу при сниженных дивидендах какого-то интереса, и при выросшей стоимости акции, если будут следующие дивиденды, у них высокими нарисовываться, или будут объявлены, ну, тогда, как говорится, и поговорим, вот по текущим, мне не особо интересно, и так, мы с вами рассмотрели акции, именно 6 акций, по которым дивидендные отсечки будут с 9 по 31 мая включительно, в комментариях, напишите, пожалуйста, насколько вам интересен такой формат, если вы помните, у нас он был несколько месяцев назад, потом взяли на паузу, потому что просто дивидендов было в какие-то месяцы мало, в каких-то вообще не было, сейчас начинается интересный дивидендный сезон, видео получилось не маленьким, не коротким, но важно в комментариях увидеть ваше мнение на тему того, нормально ли, что мы так с вами сидим и минут 20 разбираем дивиденды на месяц, плюс, в принципе, благодарен всегда за любые комментарии, потому что любые комментарии продвигают видео, и это тоже весьма полезно, плюс не забудьте про бесплатное руководство, ссылочка будет в закрепленном комментарии и в описании видео. На этом благодарю вас за внимание и желаю вам успешных инвестиций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!